Подружки, привет! Чего? Сегодня мы с вами дома. У нас куча дел, очень много всего, чего вам рассказать. Так, давай, ты беги. Первое, что мы с вами обсудим, это тест на беременность. Когда же мы, наконец-то, его сделаем? Ай, сколько у матери терпения осталось. Потом я покажу вам, что у нас здесь в доме сегодня. Мы будем устанавливать занавески блок-аут в комнату Рэма. Также у меня целая коробка от Икеи. Нам нужно поменять стульчики. Я уже поменяла столик, который вы видели в прошлом влоге. Это кошмар полный. Также я вам расскажу, что у нас в доме по поводу техники Китфорд. Кофе-машина здесь, которая стоит, робот-пылесос. Что у нас там еще? Отпариватель. И, в общем, я обещала вам рассказать, как же эта техника работает и попробовала ли ее я. Че говоришь? Котенок, че говоришь? Угу. Че говоришь? Ну ладно, я понял. Что по нашему тесту на беременность? Сегодня на день записи этого видеоролика до предполагаемых месячных у нас ровно 5 дней. Рановато для теста на беременность. Но, вы знаете меня, терпения у меня нет. Поэтому сегодня утром я сделала свой первый тест на беременность. Конечно же, показала негативно. Так что для себя душу отвела, тест сделала, увидела свою неополоску. Не поняла, что ладно, расслабься уже, нефиг тут торопиться. Кстати, в инстаграме у вас спрашивала, как у вас с этим делом, хватает ли терпения. И, естественно, терпения ни у кого нет. И у меня есть несколько подруг, которые вместе со мной сейчас также ждут своего теста. Поэтому, бабы, держимся до хотя бы первого дня предполагаемых месячных. И тогда уже на 100% будем знать, что тест он достоверный. А дабы настроение было хорошим, муж вчера пришел домой с цветами. Пахнут просто классно, да, котенок? Иди, котенок, понюхай цветочки. Рэм уже все, с утра увидел цветы и их нюхать. Только не трогать, нюхать носиком. Ой, ты малядец. Новая игра. Положи мяч на столешку. Качух, качух. Ну, давай. Ребенок наслаждается тем, что он может сейчас дотянуться, в принципе, всюду. Ну, давай. 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 Держи. Человека странная манера поедания. Янга так надкусывает и кладет обратно. Вкусно. Сегодня нам еще нужно съездить на почту, поскольку мать, будучи умной и сильной женщиной, что-то там заказывая в очинами майки, понатыкала, и доставка у меня пришла на почту. И, понятное дело, курьер не смог доставить, потому что еще нужно оплатить. Ну, короче, нам сегодня с котенком нужно будет выехать из дома и поехать на почту. Так, Бублик, ну на, у тебя уже там их 15 тысяч открыто, хватит. В связи с этим достала из шкафа прошлогодний наш комбинезон «Ласси». Конечно же, у меня еще нет вообще ничего для осени. То есть на дворе уже октябрь, и у меня нет ни единого комбинезона, костюма, там, не знаю, одежды с водоотталкивающим материалом и подобных, в общем, вещей, которые, как правило, мамы покупают детям на осень, у меня есть прошлогодний 74-го размера комбинезончик «Ласси». Белого цвета, естественно. Ну, тут-то, как говорится, когда ты живешь в Санкт-Петербурге, грязно надеваешь ребенка на улицу, самое главное быть практичной матерью и купить ребенку белый комбинезон. Да? В коляске, когда сидела, было прям окей. Ну, что ж, будем смотреть, за сколько минут мы убьем наш прекрасный комбинезончик «Ласси». Уже не говоря о том, что нужно вообще понять. А не мало ли он ему? Да, котенок? Так что будет весело. Дай! У нас тут домик. Ну что ж, 74-й размер. Очень даже круто сел. Видно у Ласи запас такой приличный и нормально сможем погулять на улице, ну, по крайней мере, по размеру все в порядке. Для синей нашей одежды я сейчас рассматриваю тот же самый Ласси, потом, конечно же, Рейму. Это, наверное, самый популярный, самый такой надежный бренд. В случае Реймы там даже, мне кажется, раздумывать особо не надо. Просто смотришь то, что нравится по расцветкам. И еще есть Дидриксонс. Это компания шведская, которая также производит достаточно хорошего качества комбинезоны, зимнюю, осеннюю одежду, специальную одежду. И, в общем, я слышала от подруг, что качество действительно хорошее. У них также есть усиление в районе коленок, а в то же самое время, когда Рейму, например, может протираться. Но, не знаю, для мега-учего малыша это, насколько это актуально. Будем смотреть. В общем, самое главное, сейчас наличие размеров и расцветка, которая нам понравится больше всего. Ну, а пока мы, как самые настоящие цари, будем покорять осенний грязный мир в белом. Напишите в комментариях, какие бренды зимней, осенней одежды вы для своих малышей выбрали. Очень интересно мне как раз-таки обувь. Если с комбинезонами, штанами и прочими там куртками все плюс-минус понятно, вот обувь для меня сильно интересный момент. И по каким параметрам, принципам вы выбираете своим малышам самую лучшую осеннюю, зимнюю обувь. Ну что, я прям вообще впечатлена размером комбинезона 74, который идеально сел на ребенка ростом 85. Да? Эй, Бубочка, как дела? Да пойдем уже, что-то встал. Пойдем. Сегодня как-то суховато, поэтому очевидно, что сегодня, Лася, ты будешь жить. Убьем тебя в другой день, когда мы торжественно сядем в какую-нибудь грязнюку, лужу. Я не знаю, там еще куда. Хотя закажу уже действительно нормальную одежду для этого времени и постараемся сохранить эту комбинезико для второго малыша, потому что он реально прикольный. Так, давай. Руку. Бум. И погнали. Давай, побежали, котенок. Держи, держи мамину руку. Через дорогу идем. Давай. Ручку. Давай, давай. Все. Мутик детишек увидел. На машине. Палку бросил. И побежал разбираться. Хочу тачку. И, как обычно, стеснение человека. Рука, лицо. Да? Ну, очки. Он такой очень обособленный на самом деле. Со сторонки всегда все наблюдают. Как-то так интеллигентно и спокойно. А хочется не могу. Вчера, кстати, на самокате катались. Очень смело он как-то на нем катался. Надо, в общем, купить ему самокат, очевидно. Человек побежал. Ну, оглядывается, типа, мам, папа, давайте за мной. Ремина. Так, трубы здесь такие серьезные. Ну, я думаю, тебе, наверное, не стоит. Мы найдем тебе какой-нибудь овон есть. Сразу прям в трубу, да? Я понял. Давай по лесенке, котенок, заберемся. Давай пойдем по лесенке заберемся. Давай не по трубе, а по лесенке пойдем. Так, пук-пук-пук. Давай, вот там вот. Давай, малыш, вот так вот. Давай. 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 Шажочек. И бум. Ум, давай. Держись за края. Да-да-да, давай. Держись за края. И забирайся. Один шажочек, давай, смотри. Смотри, смотри, подножки. Подножки, подножки, смотри. Подножки, подножки, смотри. Опа. Вот так вот, молодец. Давай. Так, тут у нас опасный ход. Так, туда нет, сюда нет. Давай, пойдем вот сюда. Арсик, лови его. Так, давай, забираемся на горку. Тут такая прям гора, 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 гора. И у нас. Давай, садись. Садись. Давай, садись. И погнали. Взюх. Человек скатился. Класс. Ну, давай, забирайся. Сюда, котенок. Сюда, 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 малыш. Давай. Так, давай, помогу. Взюх. Опа. Так, ну, давай. И давай. Побежали, побежали. Давай, садись. Садись, котенок. Садись. И погнали. Радости-то сколько. Кто у нас тут водитель автобуса? Ты у нас водитель автобуса. Серьезный. Смотри, листочки. Смотри, какие осенние листочки красивые. Не? Ну, ладно. Занимайся машинкой. И обычный исход ситуации. Площадка там. Мы здесь. Все как обычно, да, котенок? Рэмик природу любит. Рэмик не природу любит. Рэмик сильно обособленный. Он любит туда, куда он любит. Да? Скажи, мне тут ваши эти границы неинтересны. Я пошел. Смотри, какие листочки. Осень. Смотри, какие цветные красивые. Вух, желтенькие. Класс. Красиво как. Делались мы легкими потерями. Всего лишь коленки чуть-чуть испачкались. Падали мы разом 20. К огуркам катались. Короче, комбинезон жив. Нормально. Отстираем. Все будет хорошо, да? Еще в траве давай свежесть. Так, ладно, котенок, давай. Нам пора уже с тобой домой. Нам нужно спачки. И дела дальше делать. Да? Ну вот, такие вот майки. Зачем я ему. Заказала их подороже премиум коллекцию. Льняные майки. Они по цене, конечно же, дороже, чем стандартные. Но в то же самое время по качеству ткани, по ощущению на коже и по уходу они намного более качественные, хорошие. В общем, такие майки у меня уже были. Белые. У меня уже есть. Поэтому я заказала одну вот такую вот белую. И вот вторую вот такую вот бледно-розовую. Очень красивый цвет. Розовый я взяла S размер и белый M размер. Ну, такие вот. Обычно вправляю их в джинсы и одеваю сверху какой-нибудь там кардиган, кофту, свитер, не знаю, все что угодно. Подруги, мой вердикт по поводу кофемашины. Если вы в свой дом ищите недорогую, но качественную кофемашину, то Китфорд точно могу рекомендовать. Гурманам кофе, которые любят самого-самого высокого качества кофе, конечно же, нужно рассчитывать на то, что ваша кофемашина обойдется минимум 50, а того и 100 тысяч рублей. Уже не говоря о том, что кофе нужно будет приобретать только в специализированных магазинах и только самого-самого высокого качества. В свою очередь, если мы говорим о таком среднем, высоком среднем уровне домашнего кофе, то вот эта машина Китфорд, она прям отличная. Что у нас здесь имеется? Значит, у нас здесь есть контейнер воды до 12 чашек и набор функций, которые в этой машине можно использовать. Для меня непривычно было, что если я наливаю в контейнер полный объем воды, то здесь нужно рассчитывать на то, что машина прольет весь объем воды, несмотря на то, что, например, на дисплее я выставила, ну, например, там 4 чаши. Конечно же, я привыкла к тому, что в машинках ты там в 2-3 дня наливаешь полный объем воды и просто пользуешься этой машиной, пока вода не закончится, поскольку машина обычно проливает ровно то количество воды, которое ты выставляешь в дисплее. Но в этом случае нужно помнить о том, что вода прольется вся, и каждый раз, когда я готовлю кофе, я наливаю воду заново ровно то количество чашек, которое мне нужно. Потом здесь, значит, как я уже сказала, на дисплее можно выставлять дополнительно количество чашек, дальше можно включать или выключать помол, то есть в этой машине можно использовать не только зерна, но уже молотая кофе. Потом есть отсрочка старта для программирования времени начала работы, можно установить крепость от самой слабой до самой крепкой и также еще регулировать помол от самого мелкого до самого крупного. Ну и потом здесь есть также часы, которые можно выставить. Что для себя я нашла? Значит, для меня самое-самое идеальное соотношение здесь. Количество воды, значит, я наливаю 4 чаши, здесь на дисплее я выставляю 12, крепость самую высокую и помол близко к самому мелкому. Почему? Просто потому что вот такое вот соотношение количества воды, чашек, крепости и помола для меня самое идеальное, чтобы в результате получился тот кофе, который мне нравится. В этой машине я чаще всего использую лаваться оры, либо лаваться эспрессо. Приобретая эту машину, конечно же, нужно будет в первый раз тоже попробовать, поэкспериментировать. После приготовления в течение еще 35 минут кофемашина подогревает чайник и кофе остается ароматным и горячим продолжительное время. В нашем доме мы планируем впредь пользоваться именно этой кофемашиной, так что, Китфорд, спасибо большое. И подруге, могу вам рекомендовать эту машину для хорошего, качественного домашнего кофе. Так, добавляем молоко и мать счастлива. Так, ладно, пойдем, покажу, что у нас тут еще. Так, наша коробка из Икеи, вот эту мы тоже берем в комнату. Пойдем, котенок, коробка из Икеи, мы с тобой будем ее распаковывать. Давай, 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 иди сюда, бубуш. Так, Иня рассказала про еще робот-пылесос Китфорд. Вот, эта штука, чаще всего про него вы меня спрашиваете. Робот просто крутой. Да я знаю, что ты оффграунд. Чувствует все, работает отлично. И по большей части я включаю автоклининг. У нас также в приложении выставлено время, когда он запускается, три раза в неделю. В определенное время, как правило, это когда мы либо гуляем, ну, в общем, когда никто никому не мешает, и когда есть возможность убрать все препятствия и позволить ему сделать свою работу. Что нужно учесть? Вот что я для себя поняла с этим роботом. Первое. Очень важно, как ты устанавливаешь базу, на которую он возвращается заряжаться. Вокруг базы должно быть свободное пространство, минимум 50 сантиметров со всех сторон. Вот, уже заживал игрушку, да? Но в то же самое время, вот он работает, ползает и очень хорошо распознает всякие препятствия. Значит, вокруг базы должно быть минимум 50 сантиметров, и тогда он ее видит, и он возвращается, в принципе, с любой точки квартиры на эту базу для того, чтобы заряжаться. Если будут какие-то препятствия у этой базы, он ее видеть не будет, он будет плутать, блуждать и, в принципе, умирать с пустой батарейкой и на нее не возвращаться. И также, вот в течение дня, когда я знаю, что он будет чистить, я убираю вот все эти игрушки. Ну, эту большую трассу я оставляю, конечно же, поднимаю стульчики. Ну, в общем, убираю абсолютно все, там все, что можно. Вот, например, корзину я поднимаю на кресло и освобождаю для робота-пылесоса место для того, чтобы он работал. Если вот такие вот препятствия будут валяться, где ни попадя, и стулья в том числе, здесь нужно понимать, что он просто либо застрянет, либо свою уборку он не сделает. По ковру, кстати говоря, он ездит очень даже хорошо, и на ковре он не застревает, и это очень круто. Чистит отлично, и также использую здесь влажную уборку. В целом, мой вердикт, что робот-пылесос отличный. Если учитывать то, что нужно подготовить пространство к его уборке, качество уборки действительно замечательное, моет хорошо, и вот за все время пользования, вот Арсен пользовался три месяца, пока мы были в Риге, и вот сейчас, сколько мы здесь уже, месяц, больше, мы пользуемся активно, практически, наверное, ежедневно здесь, и я вижу, что работает машина прекрасно. Единственное, что я заметила, он весь исцарапанный. Если он попадает под мебель, ну, например, под радиаторы, на кухне, под вот это место, где фальш-панель внизу, да, где плинтус, там есть этот выступ, то он просто царапается, и вот поверхность, она из красивой такой лаковой превращается в поцарапанную. Но для меня лучше, когда поцарапанный, но работающий. Так что на 100% могу рекомендовать этот робот-пылесос, ровно так же, как кофемашину. Китфорд, спасибо вам большое. Так, ладно, что у нас тут с вами еще? Так, ребенок мой обожает пластилин, как оказывается, и здесь, вы видите, я уже убрала красный стол. Вот смотрите, я заказала, наберу вот такой вот белый столик, поскольку в Икее нет вот из этой коллекции белых столов. Они куда-то подевались, и непонятно, когда вернутся. Вот заказала такой беленький, он из МДФ, то есть это не пластик, как и киевский, и вот такие вот деревянные ножки из натурального дерева. Ну, смотрится, на мой взгляд, намного лучше. Кстати, вот, я постелила ему матики Манчкин, которые, как оказывается, очень круто работают не только для обедов, но и также для игр малыша, чтобы он не царапал, не пачкал свой стол. Ну, сядись, сядись на стол. Приобретение этого стола и пластилина – это самое лучшее, мне кажется, что я сделала за последнюю неделю, потому что ребенок прям в восторге. Я еще заказала парочку комплектов, там всякие разные формочки животных. В общем, просто побольше разнообразия всякого разного, что ребенок сможет тут делать. Ну, куда улетел? Давай, ищи. Ладно, давай распаковывать твои стульчики и занавески твои устанавливать. Мне еще нужно… Что с ними сделать? Мне нужно занавесками, значит, их подрезать. Но подрезать я не буду, я просто буду использовать клейкую тесьму, при помощи которой можно их подвернуть, и не надо таким образом их подрезать. И установлю занавески также на кольца. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот что у нас получилось по нашим занавескам. На карнизы я добавила сюда кольца, просто чтобы все это дело легче продвигалось туда-обратно. Внешне, конечно, мне нравится меньше, чем когда сразу занавеска цепляется за карниз, но это все дело будет легче передвигаться, поскольку карнизы Ikea, вот у них есть здесь вот такое вот место крепления, когда вы, когда вы адаптируете длину, и там ни кольцо, ни вот эти из ниточек петли, которые на самой занавеске, они не проходят спокойно через это место. Вот видите, видите, уже штуковина оторвалась. Вот кольцо уже оторвалось. Ну, в общем, Ikea. Ненавижу тебя. Так выглядит это блокаут. Вот подкладка, которая в поисковике, она у меня и появилась в разделе блокаут. Но нифига это не блокаут. Сами видите, какой это блокаут. Ладно, посмотрю, как ребенок будет спать. Я уверена, что все будет хорошо, поскольку он у меня уже сильно в режиме, сильно уже привык. И, в принципе, чуть-чуть более светлая комната в течение дня или дневного сна, я думаю, что большой проблемы не составит. Ну, и вот такая вот зона у нас получилась за стульчиками, столиком. Три стульчика, кстати говоря, сейчас я заказала, потому что у нас еще два дружка есть. И они к нам сейчас зимой, предполагаю, все чаще будут приезжать в гости. И чтобы они втроем все могли сидеть за стульком, в общем, нам нужно три стульчика. Ну, а ты, друг мой, как у тебя тут дела? Пока мама складывала стульчик, друг сидел и спокойно себе листала свои книжечки. Ладно, подруги, на сегодня буду с вами прощаться. Пишите в комментариях, как ваши будни проходят, осенние со всеми нашими дождями, сыростью. И как вы развлекаете малышей дома, ну, помимо, конечно же, прогулок. Сегодня с вами прощаюсь, желаю доброго дня. Котенок, очевидно, тоже, он сильно занят. Увидимся с вами в нашем следующем видеоролике. Пока. Пока? Такой, а, с подругами надо попрощаться, окей. Скажи, подружки, пока. И не забывайте, что в следующем видео мы еще делаем тест на беременность, да? Правильно? Правильно. Это тебе не надо. Ты ведь не спишь.